Я просил, ну придет хоть один добросовестный, хороший человек, дайте, пожалуйста. Говори, давай. Говори, что ты сидишь, напряжся. Давай. И когда все знакомые, друзья, те, которых я знал, многие стали уже наркоманами, многие поумирали, то тогда я очень был, конечно, благодарен и отцу, и козочке, и вот такому промыслу Божию. Батюшка Гаврил говорит, надо себя же проверить, чтобы ты поживи в той, в миру, как в монастыре. Ну вот, скажем так, по милости Божией, я всегда просил у наших начальников, говорю, ну хоть придет человек добросовестный, бывает, что приходят люди, ну такие, пришел, ушел, пришел, ушел. Я просил, ну придет хоть один добросовестный, хороший человек, дайте, пожалуйста. Хоть одного, я же так, ну бывает, устаешь, все, нема постоянных людей. Во-первых, с людьми заниматься надо, беседовать, не просто беседовать. Самая тяжелая работа, это работа с людьми. У каждого свой характер, свои психи какие-то, состояние души непонятное, и еще и неправильно передают свое состояние. Ну тяжело. Капризные там, непослушные все. Ну и по милости Божией так Господь управил. Отец Серафим, вот отца Диодора дал, он тогда Григорием был. Ну дай Бог, чтоб так все и было. Ну в общем, помощь у меня большая. Когда два-три человека, которые одной целью заданы, к Богу идти, тогда и справляться с другими людьми, которые приходят даже временно сюда потрудиться. Намного, вот все есть в костях, все уже легче, и Господь посреди них. Все тогда легко, хорошо, легче справляться с трудностями. Вот, ну вот Господь помог, и отец Диодор помогает, и Саша у него, он как у опекуна Саши, здесь он тоже перевоспитался немножко в лучшую сторону. Но хороший плюс у Саши, он всегда заряжен энергией. Он как энерджайзер этот, работает, трудится, ему работу какую не дает. Работает, главное вовремя восстановить. Ну в общем, отец Диодор может что-то добавить там, скажет. Солома надо нанести, Серёж, неси солома. Родился в городе Донецке. Родители с детства меня не воспитывали в православной вере. Бабушка собрала всех внуков своих, порядка семи человек, и повела нас на Ларинку, и там священник нас крестил. Храмы иногда только мама заводила, может на Пасху. А так, в принципе, жизнь проходила. Учиться я особо, стремлений большого не было, учился на тройке. В основном, всегда что-то так получалось, что тоже был за правду. Вот, по милости Божьей, мама отдала мне спортивные, чтобы спортом каким-то определить меня, чем я могу вообще заниматься по спорту. Какие виды спорта. Помню, привела меня в гимнастику. В общем, тренер подошёл, посмотрел на меня, говорит, «Это какая моя гимнастика?» Ему говорят, «На борьбу надо идти». И с Божьей помощью привела она уже в «Динамо», в дворе спорта. Там тренер был Подолякин. И он посмотрел, говорит, «Ну будем смотреть, как он там все покажет и всё остальное». Благодарен, конечно, что получал такую спортивную подготовку. Но больших результатов не было, на соревнованиях ездил. Вот так для себя, для самозащиты, вот в жизни оно пригодилось. Как-то сейчас раз смотрю на свою прошлую жизнь, и как-то радостно становится то, что смотришь сейчас на жизнь людей, на жизнь детей подросткового возраста. И у них отнята та радость, сейчас в интернете нет ни дружбы, нет ни общения, ни живого общения. Вот у нас постоянно, если лето наступало, летние каникулы, все собирались, шли на столок, купались, играли в латки. И вот в лес за грибами ходили. Разные развлечения, спортивные игры, даже дворовые придумывали, футбол постоянно играли. Жизнь проходила живая, радостная. И как бы так и должно было быть. Да, и у нас так на дворе было тоже. А сейчас, конечно, скорбно это все смотреть на тех детей, которые зеленые лицом. У них у нас розовые щечки были, личико, потому что постоянно в движении, постоянно свежий воздух. Так и жить хотелось. С такой дружбой, вот так, общением. Настает зима, то постоянно заливаем горку, катаемся на санках, лыжи, коньки, столок замерзает, хоккей играем. И такая радость, и ждали этих каникул, или когда там большие морозы настанут, чтобы школу закрывают, и мы могли полностью весь день проводить на улице в играх. И остави нам долги наши, как уже и мы оставляем его нашим. Отец токарем проработал. Мама в музыкальной школе в городе Ясиноватую каждый день ездила с Донецка в преподаватель по классу фортепиано. Задавался вопрос, пыталась меня научить, чтобы я играл на фортепиано, в школу музыкальную определить, но как-то это было все не по мне. Сказал, не хочу, не буду, все не мое. Вот, конечно, сейчас жалею об этом все, потому что в монастыре это все очень пригодилось. Вот, с божьей помощью закончил училище на красный диплом. Вот, и в институт, конечно, возможности пока мне не было поступать. Ну, начал устраиваться на работу. Ну, еще хочу добавить, что был у меня друг детства, Борис его звать. Вот с детства на одной улице выросли, дружили все время. И вот он мне от многих качеств плохих отучивал. И, можно сказать, благодаря ему пришел я к Богу. Я чуть добавлю капельку, я забыл, говорил или не говорил, что до моего крещения, до моего крещения, как я крестился, я всегда ощущал, что что-то есть, ну, кто-то есть. Я это всегда ощущал. У меня это, не знаю, с детства было ли заложено, потому что вот у меня совесть как бы рядом всегда была, не знаю, вроде не крещеная, но всегда кто-то вот, это нельзя, это плохо. Кто-то ругается, матюкается, это плохо, этого нельзя делать. Застолье вот эти все дружеские даже какие-то среди моих родителей и других. Вот, еще ж ты маленький, а они там вот эти посиделки, встречи, все там шутят, ругаются, там напиваются, бывает, ну, всякое бывало. Это плохо все, это плохо. И для меня это было невыносимо. Я вот это терпел в душе все время, вот эти все посиделки. Ну, конечно, я терпел, я маленький, слово ж не скажет свое. Но я всегда понимал, это плохо. Вот как будто закон сидел в сердце, в голове. Это плохо, этого делать нельзя. Воровать это плохо, чужое брать это плохо. Ну, конечно, когда позрослел, посмелее стал, где-то там взял без спроса, всякое бывает. А вот когда молодой был, маленький, юношество, этот закон всегда присутствовал у меня до крещения. Потому что в начале, в детстве, когда юношецей мы дружили, он мне говорил, говорит, смотри, если услышишь, что ты матюкаешься или куришь. Вот, ну, как-то родителю, отцу моему прислала его родная сестра много сигарет с Ростова в то время. Это была редкость, дефицит. И, ну, я немножко взял этих сигарет и начал учиться курить. Вот, и родителей не было. Помню, ночь во дворе, в частный дом. И вот, и пытаясь курить, и заходит друг. Он, я сигарету выбрасываю, от нее искры летят. Вот, и он мне молча в голову ударил раз, говорит, давай сюда сигареты. После этого у меня уже желание курить не было. Вот, отец, так-то по улице, мне было лет восемь, наверное, по улице вели козочку, мужчина продавал. Вот, ну, дешево. И отец говорит, мы возьмем козочку. Я говорю, папа, так заниженная ухаживает, следит. Кто это будет? Он говорит, ну, я буду это делать. Ну, взял, а на самом деле, в общем, пришлось мне ее кормить, управляться. Вот, и козлята появились. Вот, и как-то жизнь завертелась в домашней обстановке у меня. У меня не было возможности особо там пойти, вот, особо с друзьями уже гулять, как мне хотелось. Вот, праздно проводить время. Надо было уже заготаливать сено, листья, вот, корма для козочки, пасти их нужно было. Вот, и вот школа, хозяйство уже небольшое появилось. И как-то оно так меня придержало от этого всего разврата давления современного мира на молодежь. Вот, сначала я этого не понимал всего, очень роптал, что, как это так, все гуляют, а я с хозяйством этим. Вот, но прошло время, и когда все знакомые, друзья, те, которых я знал, многие стали уже наркоманами, многие поумирали. Вот, ну, то тогда я очень был, конечно, благодарен и отцу, и козочке, и вот такому прям промыслу Божию, что они меня придерживали. Соседка обратилась ко мне. Говорит, я называл матушка Татьяна, вот, отвези меня в Никольский монастырь, там есть старец, батюшка Сосима. Вот, и как раз, говорит, успение было Божьей Матери. И с Божьей помощью я не отказал, говорю, хорошо, хотя я сам ни разу в монастыре не был, и не знал вообще, как оно, что оно. Вот, и с Божьей помощью отвез ее, побыл здесь на службе, на литургии первый раз. Много вопросов у меня начало возникать внутренние, мысли. Вот, батюшки Сосиму проповедь слышал, но людей было много, я стоял на улице, вот, слышал голос такой уже захлебывающийся, был плохо разбираемый. Вот, ну и служба прошла, пришло время уезжать, и когда сел в машину, то начал спрашивать эту бабушку Татьяну, а как в монахе живут? Вот, женятся они, не женятся? Вот, какая их жизнь? Вот, и нами начал, вот, получается, как лакмусная бумажка, я на тот момент представлял из себя, все рассказывать про Бога, про жизнь монахов в монастыре. Вот, и для меня это как-то, все так, жизнь начала преображаться, меняться, вот, и, думаю, задумывался, как бы не так жить с Божьей помощью. И, по милости Божьей, приезжал сюда на послушание, на две недели, нес послушание, вместо, матушка-то, монахиня Макрина была в монастыре, и она забирала меня к себе, и как раз еще такого не было, не было того благолепия, как на данный момент. И приходилось, розы закупали, монастырь закупал розы, и надо было лунки под розы копать. А так как в монастыре чернозема мало, в основном там щебень, такой после строительства монастыря осталось много, и, в общем, такая трудоемкая работа была, копать эти лунки. Ну, с Божьей помощью молодой силы были, слава Богу. В общем, трудился с утра и до вечера. Три человека. Борис, который меня подвел к Богу в правильной жизни, Татьяна, бабушка Константин, которые поехали к отцу Гаврилу в Павловку. Я не знал вообще ни о старцах, ничего еще не знал. И с 2000 года он мне привез к отцу Гаврилу в Павловку. А как я уже в храм ходил, вот уже немножко понимал, воцерковлялся, то возникало много вопросов по жизни, как жизнь свою правильно устроить. И, по милости Божьей, батюшка говорил, радостно принимал, отвечал на вопросы, которые меня волновали. Ну, и говорит, вот тебе, говорит, 20 гривен, говорит, на дорожку, сюда копеечку всем давал. И говорит, приезжай еще ко мне, если что-то. Вот, и это, конечно, любовь отца Гаврила, прочувствовал ее, вот, умиротворенность. Приезжаешь, вроде как голова, там, и тот вопрос, и тот вопрос, и как-то туда приезжаешь, все растворяется, все вопросы уже как-то незначительные становятся. Вот, ну, и ту любовь, конечно, которую он людям отдавал, жертвуя собою, своим временем. Помню, приезжаю, человек 20-30, у него находится в очереди, сразу выйдет, говорит, вы поешьте, потом, говорит, ко мне позаходите. А сам за еду и забывал, что матушки уже насильно забирали. Говорит, так, батюшка, говорит, надо покушать батюшке, все, и вот, как бы, уже принудительно его кормили. Конечно, и, Божья помощь, вот, такое направление, батюшка, говорил, дал мне по жизни, как правильно жить, Божья помощь, потому что мысли такие сразу, когда после 2002 года, когда побывал в монастыре здесь, вот, захотелось уйти в монастырь. Ну, батюшка говорил, говорит, надо себя же проверить, чтобы ты поживи, ну, в той, в миру, как в монастыре. Вот, и для меня, вот, думаю, начал уже воздерживаться, жить в чистоте, вот, и с Божьей помощью подражать тем монахам, как в монастыре, вот, и вот такой образ жизни начал себя проверять. Я не знаю, кто, я считаю, что это самый из всех высочайших крестов ухаживает за больными. Это уметь, никого не нужно иметь терпение, чтобы не роптать, благодарить Господа, а какие люди не болят, капризные, как тяжело очень. Но ангелы-то, они чистейшие и мудренейшие нас не служат. А нам бывает, вот, очень тяжело служить. Я старые слова, хрене, говорю, те же известные слова апостола Павла, театр, другого на свете, и так исполнить закон Христова. Мы без вас тоже не нужны, потому что люди, как мы знаем, во все времена вершили историю. В простоте сердца они обращались к Господу. В простоте сердца Господь их молитвами и спасал и нас, вот, людей, которые мы тоже имеем немощи, имеем недостатки, имеем слабости. Но вся основа, все, чтобы мы их осознавали и покаяли, вот, себя, этот Бога, предусмотрели. Когда я только начал ходить в храм, это до армии, я же был некрещен и не знал этого, вот. И когда пришел на службу, и как раз это был тоже Петров пост, кажется, какие-то усиленные молитвы были, все такое, я тогда еще мало что соображал. На клирос меня сразу начали брать, чтобы я учился петь. Бабушки меня туда забрали. Ну и был такой случай, во время Херувимской, мне трижды становилось очень плохо. Я был бледный-бледный, синий-синий, зеленый-зеленый, грубо говоря. И в эти три момента кто-то на меня как будто с ведра воду выливал. Вот настолько я пропотевал именно потом. С меня так лилось, как будто как с ведра текло. И так трижды. И было плохо очень. А бабушки говорят, Юра, не выходи, терпи до конца. Это лукавый нападает. Я трижды с Божьей помощью претерпел. И после третьего раза меня отпустило. Легко стало, хорошо так вообще. И по-моему, я тогда, у меня еще и зуб сильно болел. Зуб тоже перестал болеть. Вот такой случай был. Новенькие проходят люди, кому-то плохо становится. Как будто лукавый нападает. Ну всякое. Как бы причины разные есть. У меня вот такое вот было. Вот за Херувимскую трижды так. И после этого мне стало хорошо, легко. Музыка. Музыка. Музыка.